Всем добрый день, кто смотрит наше информационно-обучающее мероприятие. Зовут меня Косилов Игорь Анатольевич. И мы сегодня с вами поговорим на насущной теме, именно сегодняшний момент, то, что новое у нас в законодательстве по капитальному ремонту. Итак, сейчас у нас самый сезон для проведения работ по капитальному ремонту. И нам с вами нужно четко знать и понимать, как правильно к нему подготовиться и как его правильно провести, чтобы ни у кого потом у контрольно-надзорных органов не существовало определенных вопросов, да и у жителей, чтобы не оставалось вопросов. Итак, законодательство в сфере капитального ремонта многоквартирных домов оно регулируется как федеральным законодательством, так и региональным законодательством. Из федерального законодательства это профильные разъяснения, постановления, а в основном это раздел 5 статьи от 166 жилищного кодекса Российской Федерации. Жилищный кодекс, я так понимаю, мы должны знать регулярно его, с ним заново знакомиться, потому что изменений выносится достаточно много, но вот те статьи, которые касаемо капитального ремонта, они, скажем так, расшиваются на региональном законодательстве. И именно касаемо законодательства Самарской области, это у нас субъектовый наш закон, закон о капитальном ремонте, номер 60 ГД. Сейчас я включу, чтобы у нас был он перед глазами. Наверное, сделаем, чтобы нам было видно хорошо. 21 июня 2013 года данный закон 60 ГД, если мы обратим внимание, вот эти вот все моменты, это внесение изменений в данный нормативно-правовой акт, когда они осуществлялись. Достаточно много изменений, и последний из них мы наблюдаем 18.04.2023 года. Итак, ну давайте, чтобы все-таки по порядку. Что у нас на федеральном уровне части изменений законодательства? Рассматриваются инициативы. Ну, я думаю, что вы все знаете, а если кто не знает, то рекомендую посмотреть ранее проведенные наши мероприятия, о том, что у нас есть две формы накопления денежных средств на капитальный ремонт, либо это в общем котле в фонде капитального ремонта региональном, где, согласно программы, к вам приходит уже подрядчик на осуществление видов работ. И второй у нас способ накопления денежных средств на капитальный ремонт – это специальный счет. Но это, как правило, где собственники у нас более активные, более продвинутые, даже так скажем, которые умеют считать экономику, умеют организовать правильно, правильно подойти к капитальному ремонту. Ну, и экономика дома, скажем так, сбор на капитальный ремонт позволит выполнить срок программу по этому дому. Здесь у нас порядка 14% на территории Самарской области сделали выбор в пользу спецсчетов. Открыли специальные счета и сами занимаются капитальным ремонтом. Проводим регулярные мероприятия для спецсчетников Самарской области. Выявляется ряд нарушений, и порой достаточно грубых. Это и не целевое использование денежных средств не на те виды работ, которые заложены у нас законодательством, и другие расходования из спецсчета, не предусмотренные законодательством. А стоит напомнить, что деньги капитального ремонта могут расходоваться строго только на работы капитального характера многоквартирного дома. Мы говорили об этом, но еще раз напомню, что, да, четкая грань между текущим и капитальным ремонтом законодательно не определена, но есть нормы ГОСТа и СНИПы, которые раскрывают данный вопрос, и в целом, чтобы вы понимали, более 30% от конструктива зданий, которые ремонтируются, например, если это кровля, значит, это мы считаем по площади больше 30%. Если мы это инженерией, то мы инженерией считаем погонными метрами и сечением труб, и все это соответствует общему имуществу. Также это и фасад по площади. Если у нас свыше 30%, то эти работы могут быть оплачены за счет средств капитального ремонта. Если это меньше, то это не целевое использование денежных средств. Ну, в общем, вопросов здесь достаточно много возникало. Было удивление, что все-таки некоторые люди не совсем правильно осведомлены о грамотном расходовании денежных средств, как правильно подойти к этому вопросу, как подготовиться, какие пункты в повестке должны быть. Вопросов много было, их становится все меньше. Надеюсь, в этот год мы уже не будем позволять себе делать такие, ну, скажем так, ошибки при производстве работ капитального ремонта на нашем МКД. Я думаю, эта работа будет, скажем так, принесет свои результаты. Ну, а все-таки, вот пока такая ситуация есть, на федеральном уровне законодательно есть инициативы, такие, как отменить открытие специальных счетов при управляющих компаниях. Появляются раздутые сметы на капитальный ремонт. Управляющая компания всячески хочет добраться до денег капитального ремонта. Но стоит отметить, открывая спецсчет ли мы при УК, при ФКР, мы с вами, собственники, скажем так, обращаемся за помощью на открытие специального счета. Так как мы, физики, нам его никто не откроет. Именно специальный счет. Они нам помогают открывать. И более, скажем так, если вы не допускаете их к общей работам по капитального ремонту, они не имеют никакого отношения. У вас взаимодействие с банком, у вас выбран уполномоченный от дома на это взаимодействие. И все работы, скажем так, всю необходимость уже собственники проводят именно так. У меня вчера был такой вопрос. Управляющая компания очень активно хочет продвинуть свою смету. И она, как оказалось, завышена. Я думаю, что сейчас, в данный момент, вот будет уместно напомнить о том, что так, одну секундочку, сейчас ну что мы ведем эту работу для вас уже достаточно давно. Сейчас пока на данный момент у меня 60ГД не дает сделать демонстрацию экрана. Напоминаю, мы проводили для вас мероприятие, что организована работа с ЖКХ-контролем через сайт достаточно простой. Вы можете ознакомиться с этой информацией, сайт русскими буквами жкх-контроль-63.рф, где организован Центр Организации Капитального Ремонта и вся информация по этому поводу есть. Я и говорю в части того, что вот те раздутые сметы, которые стали появляться в том числе и в нашем регионе, вы можете, когда вам подрядная организация их предлагает, это, конечно, для тех, у кого спецсчета открыты, нам ее прислать и мы ее проверим на предмет не все-таки те коэффициенты или там заложены, нет ли там каких-то лишних работ и так далее и тому подобное. Вы будете понимать, ваша смета находится в разумной ценовой позиции либо она у вас завышена. Тратить лишние деньги но это явно ни к чему. Хотя стоит напомнить, что предельная стоимость работ на вас не действует. Вы выбираете сами подрядную организацию по тем расценкам, которым считаете нужным. Но это нужно разумно подходить в части выбора материалов качественного хорошо, если у нас из-за этого повышается смета. Качественно осуществляется работа тоже приемлемо, но когда это раздуто в несколько раз, это уже неприемлемо. Поэтому вы можете на сайте ЖКХ контроль приложить смету, мы вам даем оперативный ответ о том, либо у вас все нормально, либо у вас, извините, стоит жители обратить внимание на вашу смету. Так вот, на федеральном уровне все больше и больше говорят по этому поводу. в связи с тем, что скопились большие денежные средства на счетах спецсчета, да-да, не скопились эти средства. И у нас скопились средства в Иссамарском регионе. В целом, средняя цифра накоплений на каждом спецсчете 2 миллиона. Если умножить на все открытые спецсчета, то, конечно же, там уже цифры в миллиарды уходят, и это существенно. И это, в принципе, поле для тех, кто говорит о том, что эти деньги должны работать сейчас. Но мы понимаем с вами, да, если у нас это спецсчета, мы, значит, мы копим на определенный вид работ. Если у нас 2 миллиона на спецсчете, то крайне сложно выполнить капитальный ремонт какого-нибудь конструктивного элемента за эти средства в полном объеме. Мы кладем на депозит, собираем эти деньги, к сожалению, пока кредитование не предусмотрено. Я считаю, что это должно быть такая возможность. А уж пользоваться не пользоваться, жители пусть решают сами. Но вот эта ситуация, она есть. И как мы с вами можем эту ситуацию в принципе нивелировать? Первое, мы сказали по поводу того, что нужно смотреть за теми сметами, которые вам приходят, потому что в конечном итоге потом начинаются контрольно-надзорными органами проверочные мероприятия, которые не добавляют, скажем так, спокойствия нервной системе тем же уполномоченным по распоряжению денежных средств по капитальному ремонту в МКД. А это просто обычный житель. Он мог где-то и не знать каких-то моментов. Поэтому рекомендую при организации работ со спецсчета либо задумка по открытии спецсчета набирать 273, 33, 73 и, скажем так, получать ответы на все ваши вопросы. Со вторым моментом по поводу того, что у нас идет история, первое я сказал по поводу раздутых смет и мы ее решаем здесь на территории Самарской области. А второй момент по поводу того, что у нас денежные средства скопились, здесь, конечно, нужно посмотреть на конструктивные особенности вашего многоквартирного дома и рекомендовал бы я подходить все-таки к видам работ поэтапно, если это возможно. Может быть, разбивать на два, может быть, на три этапа договор делать таким долгосрочным, но двигаться в осуществлении работ по капитальному ремонту. Многие конструктивы многоквартирных домов позволяют подойти в том числе по замене инженерных систем по подъезду. Один подъезд в этом году, второй подъезд, в этом следующем третий подъезд, вот и осилили, сделали капитальный ремонт. Потому что, как правило, мы видим, что цены на материалы ежегодно растут, и вот это вот накопление наше, когда мы копим, они, скажем так, нивелируются. Они, ну, максимум просто покрывают те инфляционные процессы, которые проходят у нас. А так поэтапно хотя бы идет ремонт. У нас на доме, у себя на доме, открыть специальный счет. Мы точно так же делали работы поэтапно и по кровле, и по фасаду. Тем более, как я сказал, свыше 30% уже можно эти денежные средства тратить со специального счета. По законодательству дальше возвращаемся. Немножко ушли в сторону федерального, но о чем я сейчас сказал, это у нас находится на стадии федеральных законодательных инициатив. этот год мы ожидаем, что изменений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе и капитального ремонта, будет достаточно много. Поэтому рекомендуем приходить на наши мероприятия, которые мы проводим для вас ежемесячно по капитальному ремонту, смотреть наши мероприятия, либо в онлайн, либо в записи, потом они будут размещены и пользоваться законодательством меняется с фантастически быстрой силой, скоростью, наверное, правильно сказать. И нам даже порой экспертам очень сложно в той или иной ситуации сначала проанализировать, а потом уже вам эту информацию, скажем так, донести, доложить. 60-й ГД, региональный наш субъектовый закон, тоже в недавнем временем претерпел изменения, не знаю, слышали ли вы или нет, 18 апреля приняты поправки в закон 60-й ГД, который говорит, что многоквартирные дома с износом более 70% будут исключены из программы фонда капитального ремонта. мы все знаем, да, на каждом многоквартирный дом есть программа, в которой отражены сроки проведения всех работ по капитальному ремонту на вашем доме. ознакомиться вы с ней можете, зайдя на сайт фонда капитального ремонта, программа, посмотрите ее, и там будут виды работ, когда и в каком году у вас должны быть выполнены работы по капитальному ремонту. ну вот сейчас из этой программы исключаются дома с износом свыше 70%. Законодательство федеральное говорит нам о том, что да, действительно, из программы регионального субъекта, скажем так, могут быть исключены дома свыше 60% износа. И здесь нет никаких противоречий с федеральным законодательством. Мы в целом даже разумнее двинулись на 10% сюда, в эту сторону, чтобы, скажем так, ну, 60% износ, он еще достаточно спорный, 70% там, конечно, уже небезопасно проживать в здании, если он фактически соответствует, такую вот сделаю оговорку, не так, чтобы он управляющая компания в торопях, скажем так, по запросу отправил какие-то данные, орган местного самоуправления тоже куда-то посмотрел быстро, оперативно и направил эти данные выше, и тем самым сформировался этот износ. А может быть, фактически люди в этих домах проводили и своевременный текущий ремонт, может быть, работу управляющей компании, либо ТСЖ, либо, может быть, на непосредственном способе данный дом проводили своевременно и, может быть, выполнены все они и дом, ну, достаточно в хорошем состоянии, еще ему далеко до исключения. Так у нас еще дальше, вот что хочу сказать, на региональном уровне запускается сейчас процесс действительной оценки фактического износа многоквартирных домов. И раньше у нас, раньше эта история в пабликах проходила, и говорили о том, что это будет за счет средств жителей. Нет. Смею вас заверить, что средства жителей на эти вопросы тратиться не будут. Это отдельное финансирование, которым будет осуществляться там специализированная организация, проверка всех многоквартирных домов. Мы понимаем, что это поэтапно и в один-одном момент на все наши, там, если не ошибаюсь, 19 тысяч многоквартирных домов, которые находятся в программе, их проверить с одного момента просто невозможно. Специалистов на это не хватит, вся область. Поэтапно в планах начать в этом году, проверить первые там, может быть, тысячи, и дальше двинуться уже более серьезными результатами. Это будет понятно, что это будет, конечно же, актуализация программы. Надеемся, что она будет, конечно, уже близка как минимум, если не на 100%, то на 99% отражать фактическое состояние многоквартирных домов на территории Самарской области, который в том самом, если мы знаем фактическое состояние, мы можем составить грамотную программу осуществления работы. Вот такая работа уже ведется на территории Самарской области. Я думаю, что в ближайшее время наши дома с вами будут освидетельствованы, к этой работе в том числе будут там уведомлены, что такая работа ведется и председатели Советов МКД, и здесь дальше мы уже, скажем так, у нас получится более качественная программа проведения работ по капитальному ремонту. Это вот, наверное, на сегодня по изменениям 60-го ГД, мы с вами запланировали два мероприятия по капитальному ремонту, урок номер один, скажем так, вот один короткий урок номер два. Это для того, чтобы мы с вами смогли более глубоко погрузиться в эту тему, а скажу, почему еще дальше. Ну вот об этих законах, которых я сказал ранее, я думаю, что он более-менее продвинутый собственник многоквартирных домов, но он, наверное, что-то знал, с чем-то был знаком, с тем же жилищным кодексом и с нашим, возможно, субъектовым законом 60 ГД. Но напомню, что, как вы видите, очень много изменений в него носилось, нужно с ним постоянно знакомиться и не забывать еще смотреть на программу капитального ремонта Самарской области. Ну так вот, еще один момент. у нас буквально 27 марта 2023 года вышло постановление правительства Самарской области номер 239 об определении состава услуг или работ, входящих в число услуг или работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, который сформирован, исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт и которые включены в перечень, указанной в части 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации. И здесь данное постановление определяет состав услуг и работ, входящих в число услуг, ну и работ по капитальному ремонту общего имущества на квартирных домах, выполнение которое финансируется за счет средств капитального ремонта, которое сформировано исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт. Минимальный размер взноса это тот размер, который обязателен к уплате, будь то специальный счет, будь то общий котел, согласно определенному постановлению Самарской области. Он индексируется и в части с 1 января 2023 года он у нас тоже проиндексировался. Но собственники, находящиеся как на спецсчете, а также и в общем котле, могут принять решение и определить, ну например, на рубль, на 2 повысить взнос на капитальный ремонт. Да, сразу же понимаю, что данная инициатива, она неохотно воспринимается жителями, но если грамотно к ней подойти и объяснить жителям, что сколько мы тратим и сколько мы получим в обратную дополнительных, ну скажем так, возможностей, то я думаю, многие собственники поддержат это решение. И у нас такие результаты уже есть. Вот это вот на эту дельту, в принципе, которая образуется сверх минимального размера взноса, вы можете выполнять работы там вплоть до текущего ремонта. Вы в принципе не ограничены в направлении денежных средств на необходимые работы по своему дому. Для спецсчетников, так это вообще в принципе вы с одного кармана со своего кладете на специальный счет. И данная история, она только благоприятна. Она позволяет, ну как минимум, выполнить быстрее те виды работ, которые уже необходимы на вашем доме. А потом можно вернуться опять к минимальному размеру взноса на капитальный ремонт, выполнив необходимые, устранив те недостатки, которые образовались в доме. Извините, ну очень сложно ждать откуда-то помощи в своем доме. Как правило, их нужно учиться решать вопросы нам самим. И они завязаны на финансах. И здесь нужно понимать разумные решения, принимать. И вот для того, чтобы опять с этим у нас что-то не произошло, скажем так, не предусмотреть все, скажем, шероховатости, которые могут возникнуть, я тебе рекомендую обращайтесь к нам ЖКХ-контроль 273-33-73, чтобы вопросы капитального ремонта у вас отпадали. И вот возвращаемся к данному постановлению правительства Самарской области. Вот оно у нас расшило как раз те виды работ, которые отражены в нашем субъектовом законе. 60 ГД. О чем это говорит? о том, что мы, но если у нас спецсчет, то мы в принципе смотрим на этот вот у нас дальше идет приложение. Все, оно вступило в силу. И дальше у нас идет приложение. Извините, немножко что-то мышка у меня. Которое начинает расшивать. Вот, например, ремонт фундамента многоквартирного дома. И у нас здесь услуги работы по капитальному ремонту, которые можно в рамках такого глобального ремонт-фундамента что же делать? И здесь вот вертикальная горизонтальная гидроизоляция и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И так далее, и так далее, и так далее. Вот это вот и у нас здесь, скажем так, каждый вид работ он конкретно расшивается. как я сказал ранее, данное постановление правительства нормативно-правовой акт буквально в марте месяца только у нас вступил в силу. Сейчас у нас май месяц. правопроменительная практика по данному нормативно-правовому акту еще не сформировалась. Поэтому здесь, говорят, тоже быть нужно очень внимательно, чтобы не, ну, скажем так, не попасть в ненужную ситуацию. Мы договорились, что буквально вот в ближайшее время мы всеми сторонами еще проведем совместное заседание «Круглый стол». по вопросу это у нас участники это фонд капитального ремонта, государственная жилищная инспекция, прокуратура, общественная палата Самарской области, ЖКХ контроль о том, чтобы все-таки вот все стороны этого процесса, что они понимают из этого постановления, как они будут реагировать. В ближайшее время данное мероприятие у нас уже запланировано, оно в мае, должно состояться и мне будет понятна позиция ну, всех сторон. Мне сейчас на данный момент там позиция некоторых сторон еще не до конца ясна по некоторым вопросам. Остались вопросы достаточно сложные. Но вот в части, например, чтобы вы понимали, да, у нас данным постановлением правительства вернулась возможность на утепление фасадов. Эта проблема была очень серьезной на территории Самарской области. Мы все знаем, что какого-то до 2018 года у нас была возможность утепления фасадов за счет средств минимального взноса. Потом она у нас только осталась, если мы делаем повышенный взнос, но тем самым сложно нам стало поутеплять фасады. Как говорится, здесь люди шли на утепление, но были на грани возможных нарушений. Здесь же в данном постановлении правительства, о котором мы сегодня сейчас говорим по 239-му, появилась возможность по утеплению фасадов в части участками формулировка. Я думаю, дальше вы посмотрите, найдете эту формулировку. И что значит участками? Как это будет восприниматься контрольно-надзорными органами? Как это определить, какой участок необходим нам для того, чтобы утеплить и чтобы нам стало комфортно проживать в нашем многоквартирном доме? возникают вопросы. Были у нас уже совещания, оно у нас, скажем так, запланировано, оно у нас не первое, а скорее всего, наверное, крайне и последнее, потому что предварительно проходили, о том, что здесь нужно проводить теплоизоляционную экспертизу жителям, самим, за свой счет, что позиции, что данная экспертиза, она может быть оплачена со специального счета. Но опять вот некий спорный момент пока у меня здесь перед собой, чтобы вот я хотел этот вопрос до конца еще на последнем мероприятии. Конечно, средства не огромные, в целом мониторили, узнавали на территории Самарской области там цифра 25-30 тысяч за теплоизоляционную экспертизу многоквартирного здания, в зависимости от площади, от 20 даже до 30 тысяч. Но стоит отметить, что данную экспертизу можно проводить только когда холодно на улице, отрицательные температуры. И сейчас мы ее провести не можем. И это значит, нам нужно готовиться на следующий год, если у нас действительно мы чувствуем, что у нас есть проблемы с фасадом, значит, мы должны готовиться в этом году, в зимний период проводить экспертизу, все необходимые, скажем так, общие собрания, готовить все необходимые документы, и уже на следующий год, весенний период, скажем так, правильно подходить к этому вопросу по утеплению фасадов. Вот это будет правильно на данный момент, как я вижу, с точки зрения юридической. И в принципе к этому склоняются все другие стороны все вроде бы разумно. Но вот как это будет в правопроменительной практике региона, буду об этом вам докладывать. А в целом это так. Но вот сегодня, смотрите, вот мы полчаса в принципе поговорили по изменению законодательства, но вот к расшитию правительства Самарской области приступили вот так немножко, ну чуть-чуть, совсем чуть-чуть еще. Давайте мы поступим следующим образом. на следующем мероприятии, я думаю, все-таки у нас уже пройдет то мероприятие, которое поймет позицию всех сторон, мы как раз с вами поговорим о прошите вот этого постановления 239-го и его совместно с 60-м ГД нашим законам Самарской области по капитальном ремонте. Мы более детально, по статейно, по конструктивам пройдемся. Напоминаю, что следующее мероприятие, следующий урок по капитальному ремонту у нас запланирован в следующую пятницу, в это же время запись будет размещена на всех, ну, скажем так, доступных платформах для нас, для того, чтобы жители пользовались. Ну, наверное, я думаю, что на сегодня полчаса поработали, этого достаточно. Напоминаю, жилищный кодекс статьи о капитальном ремонте, раздел номер 5, субъектовый закон 60 ГД, закон Самарской области о капитальном ремонте, постановление правительства Самарской области 239-го от 27-го 0-3-го 2023-го года. Данные нормативно-правовые акты людям, которые хотят понимать, как осуществляется капитальный ремонт на территории Самарской области, нужно знать. В случае возникновения вопросов, набирайте нас, будем рады вам помочь, подсказать, как действовать в той или иной ситуации. Не допускайте ошибок при подготовке и проведении капитального ремонта. Они достаточно серьезно влияют на жизненный цикл здания. Но на сегодня это все. Спасибо. До новых встреч. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok